Карандаш Внутри карандаша есть грифель Именно он помогает рисовать Только сам грифель на дереве не растет Его делают из минерала, графита Который добывают из земной коры Но как грифель попадает внутрь? Очень просто Карандаш делают из двух половинок деревянной палочки Каждый вырезают канавки И кладут туда грифель А половинки склеивают Все, инструмент художника готов Так не пойдет О, дайте мне точку опоры И я подвешу карандаш в воздухе Направляй на рисунок А ты не запусти И левее Нолик, вот мы с тобой олухи Точилка же есть Грифель Грифель, вот что нужно Посмотрим, как это делали великие художники Великие, как мы Дорисуем волосы И шляпу И шляпу А тут будет бантик Красота! И кусачку обязательно Давай еще! Дим Димыч, ты еще спишь? Фиксики? Не благодари! А где мой рисунок? Вы что натворили? Да если мама это произведение увидит Она в обморок упадет От счастья? От ужаса! Разве это мама? А если папе подарить? Папа в обморок не упадет? Портрет любимой папы? Вы издеваетесь? Есть и такая картина Черный квадрат называется Не подойдет? Человек хочет помнить яркие моменты своей жизни И все фотографирует Природу, семью, себя, даже еду Но и до фотографии люди делали то же самое Рисовали Изобразил художник солнце Речку, яблони в саду Перед нами пейзаж А если яблоки не на дереве, а на тарелке Рядом вазы, чашки, корзины Получится натюрморт Поставим в центр человека И выйдет портрет Ну а если художник нарисовал сам себя Автопортрет Конечно, сделать снимок на ходу Бывает куда проще Но в рисунок мы, как и старые мастера Вкладываем частичку своей души Попробуйте чаще рисовать И сами это заметите Может, прошлогодний рисунок подаришь? Может, мне еще ластиком все стереть и заново нарисовать? А что? Стереть! Не рисовать! Давайте! Уже не спасешь Я, кажется, знаю, как все исправить Ведь ластиком тоже можно нарисовать Портрет Эх, портреты у нас не очень хорошо получаются А вот натюрморт запросто! Круто! Ага, неплохо! Дим Димыч! Мы с папой уже сели завтракать Мама, с днем рождения! Я тут тебе подарок! Спасибо, Дим Димыч Какой необычный натюрморт Я старался Давай повесим его на стену И пошли за стол Чтобы Дим Димыч без нас делал! Да! Настоящие друзья Всегда придут на помощь в трудную минуту! Телескоп Шучка! Хе, напугала! Ну и к тобой! Он же собирался нам помогать! Ах, красота! Ух ты! Сколько там звезд! Волшебная вещь, телескоп! Прелесть! Самый простой телескоп Труба с двумя линзами Они собирают и преломляют свет Мы смотрим в телескоп на далекую Луну И видим на ней кратеры, горы и расщелины Как будто луна совсем рядом Телескоп поможет разглядеть звезды и кометы Различить цвет и форму планет Найти их спутники А вот на Солнце Можно смотреть только через специальный фильтр Чтобы не повредить двение А самое классное, что он крутится! Ну ладно, полетели? А Лолика не ждем? Да гонит! Я ему сейчас записку оставлю Лолик, мы в компьютере Вот и я! Алло, делай все! А-а-а-а! Чудище! А-а-а! Симка? А-а-а! Помогите! А-а-а! А-а-а! Да монстр съел Симку! Как съел? Только что здесь была От нее один фиксика остался Чудище! Огромное! Зубастая! Пасть! Во! Мамочки! А рога были? Все было! А-а-а! Чудище! Сама ты чудище! Чего кричите-то? Тебя не съели! Кто меня не съел? Монстр с вот такой пастью! А-а-а! А-а-а! Он на фару напал! А-а-а! Хе-хе! Неудачный разворот! Файр, он хотел тебя съесть! Кто? Монстр! А-а-а! А-а-а! Пастью! Во! Ага! И рога! И щупальца! Ух ты! Я знаю, кто это! Это фиксоед! Он нас съест! А-а-а! Фиксоедов не бывает! Точно? А вдруг он с другой планеты? А-а-а! Вокруг Солнца вращается не только Земля, но и другие планеты. Люди этого и представить не могли, пока у них не появился телескоп. Тут астрономы и разглядели, как устроена Солнечная система. Ближе всего к Солнцу маленькая планета Меркурий. За ней Венера, наша Земля, потом Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и дальше все к Непту. Так неужели жизнь есть только на нашей Земле? Увы, на остальных планетах пока не нашлось даже микробов, не то что людей. Но очень хочется верить, что в далеком космосе кто-то смотрит сейчас в телескоп. И так же, как мы, мечтает найти врачев по разуму. Позволь тут! Фиксоед, выходи! Надо ловить на живца! А кто будет живцом? Я? Ну тебя он уже знает! Не бойся, мы тебя в обиду не дадим! Фиксоед! Выходи! Я тебя не боюсь! Почти! Заводися! Держи его! Эх, попался! Стойте! Это жучка! А где фиксоед? Ты чудище видела? Вот это пасть! Прямо как у монстра! Нолик, покажи, где был фиксоед? Там! Я его в телескоп увидел! Жучка, залезь, пожалуйста, вон в тот угол! Ага! А теперь зерни! Хм, смотри! А, фиксоед! Или... Суничка? Шоколад! Дим-дим, разворачивай уже! Давай утро! Так хочется игрушку посмотреть! Терпи, Нолик! Все, я спать! И без меня не трогай! Ты тоже без меня не открывай! Договорились! Спокойной ночи! Ага! А что это ты тут делаешь? Я? А я тут... А, это же шоколадный шар с игрушкой! Как интересно! Мне тоже! Развернем и посмотрим! Нельзя! Я у нас с Дим Димомичем уговор! А мы тихонько! Он не заметит! Вот шоколадка! Радуются, когда узнают, что вы шоколадный шар трогали! А ты что, его не трогал? Нет! А это тогда что? Шоколад? Причем самый настоящий молочный шоколад! Вот написано! Главное в шоколаде – это какао-бобы! Их обжаривают, гробят и мелко трут! Затем из тертого какао отжимают масло! Если смешать масло, какао и сахар, будет гость и шоколад! А если добавить молоко, получится молочный! Остается только нагреть, разлить формочки и охладить! В шоколад любят добавлять изюм и орехи, а иногда попадаются шоколадки с цветами и даже с сою! Поначалу шоколад не ели, а пили! Обжаренные бобы смешивали с водой и добавляли острый перец! Не каждый взрослый мог его пить, а ребенок и подавно! Зато сейчас шоколад – любимое лакомство всех детей и взрослых! Как теперь все склеить? Может, скотчем? Ты что? Мы нагреем шоколад, чтобы он стал мягким, а потом слепим новый шар, а чтобы он затвердел, охладим! Что с шоколадкой? С ней не калатки! От половинки не слита! Все, все по-нету! Это же шоколадка! Так и бывает у них всегда! Шишка! Шишка! Ты вещь! Все, давайте игрушку! А мы ее так и не посмотрели! Красивая! Дим Димычу понравится! Стойте! У меня другая идея! Вновь шоколадка в полном порядке! Снова на ней обертка есть! Как же прекрасно! Новая шоколадка! Я постараюсь ее съесть! Привет! Ой, что это? Шоколадный шар? Надо же! Неужели с игрушкой? Угу! Сейчас Нолика дождемся и откроем! А без него никак? Нет! У нас уговор! Ммм! Вкусная шоколадка, наверное! Съел бы кусочек! Ну, хорошо! Шоколад я съем, а игрушку без Нолика не откроем! Ммм! Вкусно! Тебе что, неинтересно, что внутри? Мы не скажем! Ладно! Посмотрим и сразу закроем! И это все? Трищ! Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Хмм! Ты был в контейнере, а контейнер в шоколадном шаре, а шар... Да! Этого не может быть! А-а-а! Это вы ему помогли! Немножко! Постой, Нолик! Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать! Ты тоже обещал без меня его не открывать! Как собираешься на день! И мой шоколад! Часы! Обходи слева! Не надо! Вылетишь? Не вылечу! Я же говорил! Ты мне? Ой! Нет! Ты игрался! Уже с компьютером разговариваешь! Так, по-моему, на сегодня хватит! Ну, мам! Еще немножко! Даю тебе полчаса до ужина, а потом никакого компьютера! Ну вот! За полчаса все уровни не пройти! Да уж! А если растянуть эти полчаса? Как? Можно стрелки на часах назад перевести! Заметят! А давайте просто замедлим часы! Это как? Такие вещи надо знать! В старинных часах была какая-то штука! Маятник! Маятник равномерно качается и регулирует скорость движения стрелок! Если его удлинить, то он начинает качаться медленнее, и часы замедляют ход! А с покороченным маятником часы идут быстрее! В современных часах маятник редкость! Вместо него используется пружинка или электронный чип! Но часы по-прежнему можно замедлить или убыстрить! Наболись! Ого! И правда медленно пошли! Ну, теперь ты наиграешься! Только надо и на кухне часы замедлить! Да! И остальные часы в доме! Тут мы удлиним маятник! Ага! И часы пойдут медленнее! Аня, вот еще часы! Вперед! Все! Мы во всем доме часы замедлили! Лапсы! Как за пирога! Ну, Дим Тимош! Ты круто! Ух ты! Вот это другое! Вау! Ничего себе! Молодок! Так, ничего не понимаю... Ура! Вообще! Да! Я все прошел! Спасибо! Вы просто... Повелители времени! Да! Вот только есть хочется! А мама на ужин не зовет! Так полчаса еще не прошло! Чем это пахнет? Что-то сгорело! Что случилось? Пожар? Странно! Я все делала как обычно и по времени все точно! А курица сгорела! Может, часы встали? Да нет! Идут! Буду варить тебе кашу! Опять каша! Мам! Я сейчас! Видели, что вы натворили? Повелители времени! Сейчас же ускорьте все часы! Ладно, ладно! Ускорим! Даже еще быстрее сделаем! Чего только не придумывали люди, чтобы мерить время! Если воткнуть в землю палку, тень от нее в течение дня будет двигаться по кругу! Вот вам простейшие солнечные часы! Потом придумали водяные часы! В них время измеряли по тому, сколько воды вытекло из сосуда! А когда воду заменили на песок, получились песочные часы! Но по-настоящему люди научились мерить время, только когда изобрели механические часы! Их делали огромными и совсем маленькими, наручными! Потом появились удобные электронные часы, которыми все мы пользуемся! А самые точные часы, атомные! По ним сверяется весь мир! Тим Тимыч, что это у тебя в будильник звонит посреди ночи, а? А разве еще ночь? В окно посмотри! А по часам уже утро! Странно! Это мы вчера с Фаером часы ускорили! Вот в будильник раньше и зазвонил! А зачем ускорили? Тим Тимыч спросил! И что теперь делать? Как что? В школу идти? Шучу! Ложись! Досыпай до утра! А я пока верну все как было! А можно я помогу? Нет уж! От вас, мальчишек, одни проблемы! Будильник Опять не прозвонил! Нолик, идем чинить будильник! Симка, буди Дим Димыча! Дим Димыч, вставай! Дим Димыч! Ну ты же в школу опоздаешь! Дим Димыч, ну вставай же! Вот это вещь! А где здесь батарейка? Это старинный механический будильник Он работает не на батарейке, а на кружине Как это? Люди эту кружину закручивают А потом она медленно раскручивается И вращает шестеренки и стрелки А вообще! А? Что? Будильник сломался! Бежим ему лапса! Дим Димыч, ты что, только встал? А, у меня будильник сломался! Все ясно! Перо в шестеренки попало! Нолик, помогай! Папу, что это? Похоже на землетрясение И правда сломался Давно пора это старье выбросить Дим Димыч, я ушел Не опоздай в школу Хорошо Где это мы? В мусорном ведре И что с нами будет? Видишь ли, Нолик? Люди безжалостно выбрасывают неисправные вещи Даже те приборы, которые еще можно починить Часто попадают в мусор А мусор отвозят в журу Гиблое место На свалку Если в выброшенном приборе случайно окажется фиксик Ему грозит большая опасность Моего дядю однажды выбросили на свалку вместе со старым телевизором Он едва успел выскочить из-под гусениц бульдозера И чудом не попал на мусоросжигательный золот Он потом несколько месяцев бродил по огромной свалке Пытался что-то чинить Их, совсем одичал Хорошо еще, что его нашли фиксики-спасатели И вернули домой Не хочу тебя пугать, но мы рискуем попасть на свалку Папа, я боюсь Ой, а куда будильник делся? Может его мой папа забрал в ремонт отнести? Ох, ну там же Нолик и папус Сейчас еще чуть-чуть Не хочу на свалку Дехнич, выход только один Нужно починить будильник А как? В будильнике, кроме главной пружины, есть еще одна Эта вторая пружина стоит на тормозе и ждет Когда маленькая стрелка доходит до часа, на который установлен будильник Пружина соскакивает с тормоза и начинает крутить шестеренки А те приводят в действие молоточек, который часто-часто бьет по чашке звонка Вот откуда берется звон А, значит это перо мешает шестеренкам крутиться И не дает молоточку звонить Точно Я буду раскачивать колесо, а ты тащи И раз И два И три Ты-дыщ Симка, кажется звонит мой будильник Беги на звук, скорее Ага, кто-то выключил звонок Ой, без приключения опять началось Нолик, Ноличек, я здесь Нолик, мы часы потянили А что с ними было? Перо в шестеренках застряло И откуда оно там взялось? Ой, это наверное из-за того, что я будильник под подушку сую, чтоб спать не мешал Так, значит из-за того, что кое-кто не любит вставать по утрам, мы чуть на свалку не попали Кстати, если этот кое-кто не поторопится, он в школу опоздает Ой, правда Ночник Я чувствую, они рядом Помогите! 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 Все, хватит монстров Разве можно такое на ночь смотреть? Мама, да мне не страшно Можно мне еще чуть-чуть? Никаких чуть-чуть Спокойной ночи Кто здесь? Я чувствую, они рядом Ты посмотри Спит, а свет не выключил Ну и что? Как что? Это если каждый будет спать при свете, на всех электричество не напасешься Наверное, каждому вспомнится такой случай Лампочка горит, а в комнате никого нет Или телевизор работает, а его никто не смотрит Кажется, что за беда Но представьте себе, сколько на Земле живет людей И если каждый забудет выключить лампочку или телевизор То пропадет столько электроэнергии, сколько дают 100 мощных электростанций А для каждой электростанции нужны вагоны угля и потоки нефти И это топливо нужно все время добывать и сжигать Видите, как дорого ходится одна горящая лампочка? Так что не забывайте выключать электроприборы, которыми не пользуетесь Это так просто Кто выключил свет? Я чувствую, они рядом Они рядом Они рядом Ой, что это с ним? Похоже, в хоккей переиграл У него, наверное, и коньки под подушкой А электроэнергию все равно нужно экономить Ах! Ах! Монстры! Ты что это клюшкой машешь? Вы же не шайбы? Нолик? Симка? Это вы! А ты думал, кто? Монстры Ха! Ну, Симка еще на них смахивает Но я-то совсем не похожа Дим Димыч, а ты чего с включенным светом спишь? Я перед сном ужастики смотрел про монстров Теперь без света спать боюсь А зачем ты их смотрел, эти ужастики? Так, побояться хотела А-а-а-а! Классно боишься! Тише, соседи разбудите А мне как теперь заснуть? Придумала! Тебе нужен ночник Ночник Это светильник, который зажигают на ночь Чтобы спать было не страшно Ночник светит не ярко В нем обычно стоит специальная лампочка Которая потребляет очень-очень мало электричества Такие лампочки называют энергосберегающими Фух, я ли выговорила А еще бывают ночники, в которых настолько слабая лампочка Что они работают даже от батарейки Но у нас нет ночника Эх, что бы ты без меня делал Сегодня ночью я буду твоим ночником О, смотри, тут и абажур есть Спасибо тебе, Нолик Ты настоящий друг Да ладно, чего там? Ну, Олик, расскажи мне что-нибудь Может, про мясорубку? Не-не-не, не надо Лучше расскажи что-нибудь про добрых фиксиков А-а-а, ну слушай Давным-давно наш дедус работал в старинных часах И нужно ему было починить одну маленькую деталь Ну, не совсем маленькую Да и не деталь, в общем-то Застежка-молния Ой, Нолик, смотри Что это, Дим Димыч, в куртке спит? Может, это у него такое домашнее задание? Ага, по физкультуре Доброе утро Доброе утро Доброе Привет! А это что? Это мне вчера купили Правда классная куртка И ты что, всю ночь в ней спал? Ага, вчера померил Даже снимать не захотелось Так уст Да С тобой не соскучишься Ой, кажется, молнию заело Ну и что? Можно шкурку не снимать Теперь все равно в школу идти А в школе что, прямо так сидеть? Как же я молнию испортил? Спокойно Пока еще не испортил Застежка-молния Это два ряда мелких крючков Которые продеты в замочек бегунов В бегунке с одной стороны два входа А с другой один Когда мы тянем бегунок вдоль молнии Крючочки прочно зацепляются друг за друга И из двух рядов получается один Рап! И молния застегнута А чтобы ее расстегнуть Бегунок тянут в другую сторону Тогда крючки просто разъединяются А у меня вот не разъединяется И что делать? А что по утрам делают? Зарядку. Ты делай, а я пока подумаю! А мне что делать? И ты делай зарядку Симка, ты скоро придумаешь? Я уже спотел Скоро, скоро Пойди пока умойся А можно и мне подумать? А толку Иди лучше тоже умойся Ты как, Димыч? Валентин, да Что? Она уже удала А, понял Нет, она еще не придумала Жарко А ты представь, что ты полярник Они все делают в куртках А я буду пингвинчиком Эй, ты куда? Все, больше не могу Ладно, сиди смирно А я посмотрю, что там сломалось Я знала, что полярники Смешная игра Да нет, это Симка Ой, животно Не дергайся Отклинись и катись Ага Вот почему бегунок не проходит Тут нитка в молнии застряла Потяни бегунок вверх Ты дышишь Можешь расстегивать Фух Спасибо Вот она, нитка В ней вся проблема и была Надо же Из-за такой мелочи Я весь упарился В технике мелочей не бывает Помню, лет 60 назад Собрали ученые Один из первых компьютеров Большой-пребольшой Он занимал несколько комнат И состоял из миллиона деталей Прямо чудо техники И вдруг Это чудо техники Бах! И ломается И никто не может понять почему Не работает компьютер Все Ученые прямо с ног сбились А оказалось Что виновата маленькая бабочка Она влетела внутрь компьютера И застряла между контактами Из-за этого пустяка Электроника вышла из строя И вся громадная машина Зашла с ума О, как бывает А вы говорите Мелочи Дим Димыч Завтрак готов А ты почему в куртке? Это я в полярников играл Хм Симка А чего ты так долго думала? Да так Хотела посмотреть Как Дим Димыч будет в куртке Зарядку делать И зубы чистить Так ты специально? Ну да А что, уже пошутить нельзя? Ха-ха-ха Волшебная палочка О, Дим Димыч Ты как здесь оказался? Очень просто Мне волшебную палочку подарили Вот Класс Какая еще волшебная палочка? Я не верю Ну и зря Она любые желания исполняет Смотри Не хочу сегодня идти в школу Сто тысяч тысяч Дим Димыч Дим Димыч Только что звонила учительница Говорит, что твоя школа Куда-то исчезла Странно Значит, я в школу не иду? Ну да Вместо школы пойдем В зоопарк Ура! Вот это настоящее чудо Чудес не бывает Бывают иллюзии А что такое иллюзия? Это когда мы видим совсем не то Что есть на самом деле Вы видели, как фокусник достает кролика из пустой шляпы? Думаете, это волшебство? Нет Это просто иллюзия На самом деле кролик спрятан в столике На который фокусник кладет свою шляпу А в донышке шляпы есть потайная дверца Фокусник просовывает в нее руку Хватает кролика за уши И алле! Оп! У каждого фокуса есть свой секрет У каждой иллюзии объяснение А эта палочка все равно волшебная Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? Сто тысяч три-дыщ Ой, не получилось Ну и кролик Сейчас еще раз Сто тысяч три-дыщ Сто тысяч три-дыщ Дим Димыч, может хватит? Нам одной кусачки хватало А теперь их три Эй,дим Димыч Даже своим кроликом Чтобы так круто не лали Эй, набросились на маленьких Сейчас я вас побольше сделаю Стоп, тыщ, тыщ Что, испугались? Но тут белые за маленькими гонятся Я большой Я большой, как Дим Димыч Я большой Нолик, осторожно Как вы такие большие живете? Неудобно же А я думал, это вам, маленьким, неудобно Дим Димыч, ты готов? Ой, а почему у нас три собаки? А это кто? Ты чего кричишь? Мне приснилось, что у меня волшебная палочка И я вас случайно большими сделал А мама увидела Ужас, я бы тоже закричал Вот бы мне настоящую волшебную палочку Мы, фиксики, не верим в волшебников Но верим в людей Ведь люди часто творят настоящие чудеса Когда-то полеты в небе были несбыточной мечтой А сейчас любой человек может взлететь в небо На самолете Раньше думали, что на Луну можно попасть Только благодаря волшебству Но космонавты побывали уже и на Луне В сказках люди виделись и говорили друг с другом С помощью волшебного зеркала А теперь для этого есть интернет и телефон Холодильник, телевизор, автомобиль, компьютер Многие вещи, созданные человеком Умеют делать то, что раньше сам же человек Считал сказочным чудом Зачем тебе волшебная палочка? Можно было бы в школу не идти Дим Димыч, поторопись Мы сегодня идем в зоопарк А в школу не идем? Хм, смешно Может, я еще сплю? Нет, просто сегодня воскресенье Вот и все волшебство Робот Я вам уже говорил про подарок на день рождения? Говорил, но всего лишь тысячу раз Роботозой Т-300 Радиоуправляемый С мегазрением Я очень, очень его Хочу Все завтра, завтра Спокойной ночи, Дим Димыч Вот это здоровский подарок А мы вот, Дим Димычу, ничего не приготовили Эх, друзья называется Ну и как эта штука работает? Ага Теперь оглядимся Так, вперед А как он видит то, что видит робот? Очень просто Глаз робота Это видеокамера Робот передает видеозапись на экран Ну, в общем, все, как в обычном телевизоре Класс! Роботы еще не то могут Робот Это умная машина Способная вместо человека Делать очень сложную и леобасную работу Своими железными руками Они переносят тяжести Собирают из деталей автомобили И другую технику Они летают в космос И опускаются на морское дно Помогая ученым А еще Есть роботы Которые понимают человеческую речь Умеют говорить И даже шутить Совсем как люди Давай же Поворачиваемся Что это было? Я тут Вот Он его убил Нолик, стой! Ты с ним играл, да? Думаешь Он заметит У тебя есть время до утра Я иду спать Я его починю Честное слово, починю Симка! А давай Нет, сами не справимся Когда сломался телик Когда мобильник сдох Компьютер еле-еле А чайник вовсе плох Не спрашивайте, где мы Личто не говори А всякая проблема Понятнее изнутри Раз, два, три И мы внутри Чтобы оценить И починить В приборах, механизмах Работа есть для нас Ведь техника капризна За ней глаз да глаз Используем Используем и помощь Всегда на стороже Мы экстренная помощь Которая уже Не зевать Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь Раз, два, три Чтобы оценить И починить Не зевать Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь Раз, два, три А, два, три И мы внутри Чтобы оценить И починить Не зевать Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь А, мой подарок! Прячемся! Роботосоидер 300! Супер! С днем рождения, Дим Димыч! Послушай, Дим Димыч, я тут твоего робота, ну, сломал. Как? Он же работает! Смотри! Все-таки ты его починил. Когда я вчера заснул, он не работал. А, ты хочешь сказать, что он сам починился? Все-таки нет. Пап, пап! Огромная папа! Спасибо! А, да, спасибо! Так это вы починили робота! Днем рождения!